МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите новости губернии в студии Евгения Долгих. Здравствуйте. Главное, к этому часу. Требуют качественного лечения. Системе здравоохранения ПФО сегодня ставили диагноз на окружном совете. Кто оказался в числе отстающих? И почему положительный опыт Самарской области не расставился в пример другим регионам? Об этом через несколько секунд. Деньги или недвижимость? Администрация Самары разработала новую систему возмещения затрат обманутым дольщикам. Когда в городе не останется недостроев, подробности у наших корреспондентов. Бесплатная форма, практика иностранных языков, знакомство с людьми из соседних континентов и другие возможности. В Самаре открылся Центр подготовки волонтеров Чемпионата мира 2018. Возраст и род занятий роли не играют. Куда писать заявки, подробно расскажем. В медицине мало лишь одного современного оборудования. Помощь должна быть качественной. Это зависит от профессиональной подготовки врачей. Об этом говорили сегодня в Кирове на окружном совете ПФО. В совещании принял участие губернатор Самарской области. Опыт региона не раз приводился в пример. Речь шла о государственно-частном партнерстве, о состоянии сельского здравоохранения, демографии. Подробности в сюжете. В начале совещания Полпред отмечает ситуация в сфере здравоохранения. Тема для регионов ПФО злободневная и чувствительная. Многие проблемы еще только предстоит решить. Так, например, речь идет об оптимизации сети медучреждений. Об этом говорилось и в послании главы государства. И неоднократно это обсуждалось на окружном уровне. Были случаи, когда целые населенные пункты оставались без доступной помощи. Президент России поставил задачу внедрения единой федеральной методики относительно численности медицинских структур. Нельзя допускать, чтобы в погоне за оптимизацией и сокращением расходов страдали люди. Конечно, прежде всего мы хотели бы понять конкретную картину по каждому региону. Что необходимо сделать по оптимизации сети медицинских учреждений, чтобы мы их не бездумно сокращали или каким-то образом оптимизировали. Да, чтобы действительно в первую очередь соблюдались интересы пациента. То есть человека, который должен медицинскую помощь получить квалифицированную, доступную и, соответственно, в том временном режиме, в котором необходимо. Опыт Самарской области не раз приводился в пример. Хорошая динамика порождаемости ожидается снижение смертности. Неплохие показатели и в сельской медицине. Регион лидер по части реализации проектов в рамках государственного частного партнерства. Самара признана лучшей в стране, не только в округе, а в стране по государственному частному партнерству. У нас реализуется сегодня примерно 9 миллиардов рублей инвестиций частных на развитие здравоохранения. Это и строительство кардиоцентра, строительство центра мать и дитя, строительство центров гемодиализа, ну и так далее. Новый кардиоцентр примет первых пациентов уже летом. Он будет самым крупным в стране. Ежегодно в клинике смогут проводить 12 тысяч операций. Помимо глав регионов в совещании принимают участие эксперты. Это уважаемые в стране врачи, например, Леонид Михайлович Рошаль, так и представители федерального правительства. Заместитель министра здравоохранения России подчеркивает, Приволжский округ – это первый округ, который поднял вопросы здравоохранения после послания президента. Здесь уделяют большое внимание развитию структуризации медицинской помощи. Сегодня поднимались вопросы и об организации медицинской помощи первичной, и о кадровой подготовке, и о непрерывном медицинском образовании. И мы нашли соглашение, что специалисты министерства здравоохранения, эксперты примут самое активное участие в том, чтобы ситуация улучшилась в ближайшее же время. В ходе обсуждения участники заседания предложили ряд мер, которые позволят повысить качество и доступность медицинских услуг. Как отметил губернатор Самарской области, тема совещания актуальна для любого региона. Она касается каждого человека. Я думаю, вот тот, скажем, обширный материал, глубокий анализ, он каждому из нас, губернаторам, и не только, но и профессиональному сообществу, а сегодня были они широко представлены очень здесь, позволят сделать соответствующие выводы, рекомендации, чтобы мы могли снова, условно, набирать обороты, что касается качества жизни людей, продолжительности жизни людей. Ольга Павловская, новости губернии, Киров. Новый порядок возмещения затрат обманутым дольщикам разработали в администрации Самары. Форма компенсации – денежные средства, либо квадратные метры. Сейчас активно создается нормативно-правовая база, которая позволит внедрить эту систему. О том, как в регионе ведется работа с участниками долевого строительства, обсудили на заседании специальной межведомственной комиссии. Подробности в сюжете. Один из самых сложных объектов проблемного долевого строительства – 12-этажный недострой – стал уже неотъемлемой частью городского пейзажа. За 10 лет на улице Владимирской неизменным осталось только это здание. Оманутые дольщики встречи с межведомственной комиссией не пропускали все это время. Сегодня уже известно, что частично проблема решена. Совжи взял на себя обязательство обеспечить 88 дольщиков квартирами. Мне 88 человек спасибо, Александру Алексеевну Викторовичу, за ручное управление и решение проблемы. Но и сказать большое спасибо служим. В настоящее время у нас 23 человека уже в работе. Это реально. И с ними до конца этого месяца будет заключенную делу. Что же касается недостроя, то до 1 февраля городская администрация проведет экспертизу здания, которая должна показать, возможно ли будет достроить объект. Во многом от этого зависит поиск инвестора. Как отметили на заседании межведомственной комиссии, в этом году в регионе проблемных объектов станет меньше. В первом полугодии текущего года были введены в эксплуатацию 5 проблемных объектов. До конца года мы планируем ввести еще 3. Итого по году будет 8 введенных объектов. Необходимо принимать меры к тому, чтобы новые пострадавшие дольщики не появлялись. А строительный рынок освободился от мошенников и тех застройщиков, деятельность которых может причинить ущерб. Но среди оставшихся самые сложные случаи. Объект в имуществе компании, который находится в стадии банкротства, увеличение количества дольщиков через решение арбитражного суда и другие обстоятельства заметно усложняют возможность ввода объекта. Однако в городской администрации сегодня разработали новый механизм, который позволит решить даже сложные случаи. С нами проводится работа по подготовке аукциона по сформированному земельному участку по улице Центральной в Кубырском районе города Самары. Доходы от реализации которых будут направлены на удовлетворение прав требований участников долевого строительства путем приобретения квартир или представления компенсации в денежной форме. Этот аукцион будет проходить в конце января, начале февраля текущего года. Как отметили на заседании межведомственной комиссии, только благодаря совместной работе удалось достичь заметных результатов. Если на 1 января 2019 года у нас в области было зарегистрировано 144 обманутых проблемных объектов и 14 тысяч обманутых дольщиков, то на сегодняшний день это 15 проблемных объектов. По всем по ним идут работы. Только в Самаре до конца года отпразднуют новоселье более 1400 человек, которые числились в реестре обманутых дольщиков. Ведется работа и с самовольно заселенными объектами. В 2015-м 10 таких домов получили документацию и были официально введены в эксплуатацию. Еще 4 таких дома на очереди. Дарья Болгова, Алексей Вельмискин, Новости губернии. 35% жителей Самарской области считают уровень коррупции в сфере ЖКХ высоким. Об этом сообщили на заседании межведомственной профильной комиссии. В текущем году в областной Минэнерго поступило 6000 обращений. По словам представителей ведомства, информация о случаях коррупции рассматривается сотрудниками министерства в первую очередь. В следующем году работу в этом направлении планируют ужесточить. Особое внимание уделяется жанру на обращение поступивших повторно, а также обращение, содержащее указание на факты именно о коррупционогенном характере. Указанное обращение рассматривается с выездом на место либо с приглашением заявителей министерства. Инициированные изменения в федеральном законодательстве и сегодня законы по ужесточению требований к государственным служащим, к муниципальным служащим приняты. Мы уже с Нового года начинаем жить в другой логике. Будет дополнительно мотивированное со стороны правоохранительных органов. И то, что этой работе серьезное внимание уделяется, говорит о том, что сегодня нашу комиссию выглажает лично губернатор Санкт-Петербург, Николай Иванович Моркошко. За последний год число грабежей в области снизилось на 30%, разбоев и случаев уличного хулиганства стало меньше на 15%. При общероссийской тенденции снижение всего на 1-2%. Такие данные привел областной главк на сегодняшнем заседании Межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних под руководством председателя правительства области Александра Петровича Нефедова. Подобные перемены связывают с работой добровольных народных дружин. На сегодняшний день в ДНД записалось около 2000 человек, однако по факту на регулярные рейды в Самару выходит около 200. Отчасти это связывается с перебоями финансирования из городского бюджета. Однако в областной казне на 2016 год уже предусмотрено 35 миллионов рублей на работу добровольцев. Всегда легче за деньги спрятаться. Да, тяжелый бюджет, и завершаем год тяжелой, и 2016 год достаточно тяжелый будет. Но это не те деньги, на которых надо экономить и прятаться за эту причину. К другим темам. В Самаре еще в 10 городах организаторах чемпионата мира 2018 сегодня открылись волонтерские центры. Более 3000 человек предстоит обучить искусство общения с иностранными гостями. Транспорт, гостиницы, культурные площадки волонтеры должны будут знать Самару от и до. Куда и когда желающие могут отправлять заявки в сюжете Нины Ваниной. Ленту разрезали, шары отпустили, все атрибуты нового начинания соблюдены. Волонтерский центр в Самаре можно считать открытым. Как и еще в 10 городах, что принимают игры чемпионата 2018. Под благое дело отдали целое помещение бывшего ночного клуба «Полет». Теперь тут танцуют другие танцы. Я бы хотела, чтобы в том числе и волонтеры были у нас подкованы в какой-то части, наверное, и в спортивной составляющей. Потому что мы должны знать людей, которые приезжают к нам в гости. Мы должны знать хороших футболистов и тренеров. Мы должны понимать, каким образом мы должны их встречать. И как они должны запомнить наш с вами прекрасный город. На роль волонтеров ждут людей от 16 лет. Как показывает практика, в основном это студенты и пенсионеры. Волонтеры будут заняты в организации транспортной логистики, размещении гостей. Их помощь потребуется на площадках культурной программы и на фестивале болельщиков. Да и просто они будут знакомить прибывающих с Самарой. И некоторые уже определились собственной ролью. Скорее всего это тим-лидер, это тот человек, который формирует группы и отбирает волонтеров на ЧМ 2018. И формирует группы, и как бы организует их, помогает решать какие-то вопросы. Городу потребуется 3000 волонтеров. Но обучить придется больше, ведь через три года, что остаются до чемпионата, планы у кого-то могут измениться. А кто-то наоборот убежден в своем участии в играх. Конечно, получится. Ради такого крупномасштабного мероприятия, как чемпионат мира по футболу, который будет проходить у нас в нашем городе. Я готов пожертвовать частичкой учебы. Волонтерское движение объединит всех. Все вузы, техникумы, школы, разные возрасты, и выпускников, и будущих студентов. Вот я считаю, единство, единство целей, единство устремлений, красота людей, красота Самары, это будет самым главным наследием чемпионата мира 2018 года. До февраля 2016 года центры должны пройти сертификацию. Только после этого стартует федеральная программа набора, и можно будет присылать заявку на участие. Инна Ванин, Александр Дудко, Новости губернии. Я надеюсь на двойной эффект сегодня. С одной стороны, были представители первичных организаций партии, и они смогут, надеюсь, профессионально как-то использовать полученные знания. А с другой стороны, каждый, кто здесь был, это член какой-то семьи. И он принесет хотя бы в свою семью какую-то нужную полезную информацию, и это уже хорошо. Ну и к культурным событиям. Год литературы в России завершили в традициях русской классики, масштабным балом. В областную столицу приехали школьники со всех уголков региона. В этот вечер они исполнили исторические танцы, вальс, контрданс, полонез, польку и мазурку. Литературно-танцевальное путешествие сквозь века отправилась в нашу съемочную группу. Вальс, полька, кадриль и разучивать движение многим пришлось в срочном порядке, чтобы попасть на самое масштабное событие в рамках года литературы в России. В основе знаменитый бал Наташи Ростовой. Готовились достаточно долго, репетировали танцы, подбирали костюмы, платья, прически, чтобы окунуться в ту эпоху, которая раньше была, наш 19-18 век. На балу чествуют тех, кто внес огромный вклад в развитие литературы в Самарской области и вспоминают, чем запомнился этот год. Это был год, когда мы с вами все снова взяли в руки книги и получили от этого самые незабываемые удовольствия. Я думаю, что год литературы закончится, но мы все с вами продолжим читать и научим читать наших младших друзей. Мы гордились тем, что мы самая читающая страна мира. Сегодня мы хотим вернуть это наше место в мировом сообществе. Весь год в регионе возвращали моду на чтение. Именно Самара стала библиотечной столицей России. В мае прошел большой форум, который собрал более 2000 участников со всей страны. Областная библиотека отметила 155-летие. За это время появилось много интерактивных площадок, например, библионочь, когда читатели ради любви к классике не спали. Всем любителям литературы министр образования передал поздравления от губернатора. Русский язык и литература – это наше общее достояние. То, что объективно способствует единению россиян вне зависимости от национальности и вероисповедания. Мы обязаны сохранить эти неприходящие ценности для будущих поколений. Балл литературных героев завершил год литературы и передал культурную эстафету 2016 году кино. Татьяна Пудова, Егор Майоров, Новости губерния. Не только для ценителей артхауса и киноманов. Самые яркие фильмы Берлинского международного кинофестиваля представят в Самаре. В областном центре проходит восьмой фестиваль «Берлинале». Пять премьер за неделю. Все самое интересное в сюжете Марии Шпаковой. Атмосфера рождественской Германии в холле и традиции немецкого кинематографа на экране. Международный фестиваль «Берлинале» в Самаре проводится уже восьмой раз. Впервые площадкой для показа стал кинотеатр «Вертикаль». Мы стараемся всегда поддерживать интересные, необычные, креативные проекты. И, ну, конечно, мы не могли не обратить внимание на такой большой проект с многолетней самарской историей. Все фильмы на немецком языке, с русскими субтитрами. Открыла первый фестивальный день картина «Вааль». Экранизация одноименной пьесы Бертольта Брехта, запрещенная до недавнего времени к показу вдовой драматурга Хеленой Вайгель. 45 лет фильм пролежал на полке. Мировая премьера состоялась на «Берлинале» в Германии в прошлом году. С каждым годом мы растем. Он отличается своим размахом, прежде всего, потому что в этот раз фестиваль проходит не два-три дня, а он проходит четыре дня. Мы показываем самые последние нашумевшие фильмы, фильмы, о которых говорят. Фильмы восьмого фестиваля – это легкие картины, в основном комедии. Всего их пять. Самарские кинолюбители смогут увидеть самые кассовые фильмы Германии до 13 декабря. Мария Шпакова, Егор Майоров, Новости губернии. И последнее. Самарская газета поздравила самую деловую женщину советского района подпиской на печатное издание. В 2016-м газета обещает стать еще более яркой и интересной. Подробностью у Анастасии Суботиной. Ольга Ботвинка впервые приняла участие в акции и победила в номинации «Деловая женщина». Она – мама двоих детей и директор солидной фирмы. Все свои дела и увлечения умело сочетает между собой. С победой ее поздравила и «Самарская газета» годовой подпиской на издание. Я знаю, что это официальное издание города, поэтому там всегда есть достоверное светение о всех событиях, которые проходят в нашем городе, о каких-то социальных проектах. «Самарская газета» – это издание для всей семьи. Редакторы уверяют, что в будущем году в нем появится ряд рубрик, которые особенно привлекут женское внимание. Мы на будущий год и возрождаем, и запускаем новых несколько рубрик. В частности, среди них будут несколько тех, которые касаются непосредственно женщин. Это и детская площадка интересная для мам и бабушек. Это и родительский день, который тоже актуален для представительниц женского пола. У ценителей печатного слова еще есть возможность заранее позаботиться о своем досуге на следующий год. «Самарская газета» продолжает подписную кампанию. В 2016-м издание станет еще интереснее. Читателю лишь предстоит выбрать, на какой период будет подписка. Ее можно оформить даже на отдельные номера. Анастасия Суботина, Алексей Гриднев, Новости губернии. И на этом наш выпуск завершен. Спасибо, что были с нами. Всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Спешите! Только с 8 по 13 декабря фирма «Алга» проводит акцию. Успей купить шубу со скидкой 20% в «Экспо-Волге». В пятницу в Самарской области облачно, с прояснениями, без существенных осадков. На севере и западе региона в дневные часы температура воздуха будет колебаться от минус 1 до плюс 1 градуса. На востоке и юге столбик термометра достигнет отметки плюс 2 градуса. В Самаре и Тольятти днем около нуля. В ночные часы характер погоды меняться не будет. Ветер юго-западного направления со скоростью 5-10 метров в секунду. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова